Мы вернемся к одной из главных тем сегодняшнего дня. Я напомню, что западные союзники Украины согласовали очередной пакет помощи, коробку даже помощи, Рамштайн-7. Рамштайн это Координационный совет помощи обороны Украины. И сейчас я вновь перечислю ту помощь, которую оказали прежде всего европейские государства Украины. Вот, например, Швеция отправит пакет на 287 миллионов долларов, который включает системы ПВО. Испания пообещала две пусковые установки Хоука-ракеты для этих установок. Канада выделит пакет на 500 миллионов долларов, который будет включать зимнюю форму для военнослужащих армии Украины. Германия поставит ПВО, артиллерию и боеприпасы для ракетных систем залпового огня. Греция боеприпасы 155-миллиметрового калибра, то есть артиллерийские снаряды. Польша отправит артиллерию, боеприпасы и ПВО малой дальности. Мы уже начали обсуждать эту тему с военным обозревателем Давидом Шарпом, но из-за проблем со связью мы прекратили это делать. И сейчас возобновляем наш разговор с Давидом Шарпом. Здравствуйте еще раз, Давид. Да, снова здравствуйте, Алексей. Давайте заново тогда начнем, если вы не против. Вот если говорить об очередном пакете помощи, вы начали отвечать на мой вопрос и сказали, что в целом заседание, которое так или иначе проводится по видеосвязи прежде всего, оно витринное, а помощь согласована была гораздо раньше, чем она была сегодня объявлена. Я бы выразился несколько по-другому. Вот это вот объявленные пакеты, они были анонсированы каждый из стран, почти каждый из них еще до заседания Рамштайна, о них было уже известно. А вот сама конференция, она отнюдь не витринная, и там согласовывают очень важные вопросы. Заметная часть, заметная часть, львиная часть содержания конференции конфиденциальна, но вот ее последствия, как правило, видны в том числе и будущие пакеты, о которых сейчас не сказали, но о которых мы услышим, например, и американские, которые регулярно объявляются. Вот о них мы, то, что было говорено на Рамштайне сейчас, мы услышим несколько позже. А вот эти вот пакеты, цифры, которые вы перечислили, это уже решения, принятые ранее. Тем не менее, важность этой встречи переоценить невозможно, ее такой главный общий результат это то, что министры обороны и вообще участники, как это признал сам Ллойд Достин, министр обороны США, подтвердили свою решимость продолжать оказывать Украине существенную помощь, очень существенную. И в первую очередь на повестке дня стояли системы ПВО, а также вообще создание интегрированной системы ПВО. Это же не только лишь пусковые установки, зенитно-ракетные комплексы, это нечто большее. И системы предупреждения, обнаружения. И вот на этот счет был достигнут прогресс, как говорят участники, по крайней мере, как они намекают. А сами же перечисленные пакеты вот с этой конкретикой, они очень важны. Тут, конечно, от Канадца 500 миллионов долларов стоимость, и в основном это зимняя амуниция и всякого рода оборудование для зимнего времени года. Это невозможно переоценить, это очень важно. Кстати, американцы Ллойд Остин и генерал Милли об этом говорили. То есть они специально, кто-то, если я не оживаю, Остин специально подчеркнул, что украинцы будут иметь, скорее всего, зимой преимущество перед российской армией. Во многом благодаря зимней экипировке высокого уровня, которая в больших количествах поставляется. И вот пример, канадский пример, это как раз налицо. Ну, если еще даже сравнивать с тем, что мы видели на телах военнослужащих контрактников российской армии, когда в феврале, вроде бы еще зима, люди были одеты довольно плохо даже для контрактников, что уж говорить о мобилизованных. То есть даже на таком вот бытовом, казалось бы, уровне украинская армия будет иметь преимущество, а сейчас они развивают наступление, вполне возможно, и не остановятся на Херсоне. Это даже не... Я бы даже не согласился с вами, что это бытовой уровень. Если человек мерзнет, находясь в поле, то здесь и до заболевания, причем очень серьезного, очень небольшое расстояние, кроме того, о стойкости и моральном духе говорить нечего. Представьте, например, если раненому, который и так раненый, не одет так, как положено этому времени года, а медицинская помощь не самого лучшего уровня и запаздывает. А это я специально привожу этот пример. Они были очень хорошо заметны, эти проблемы с тактической медициной у российской армии еще в феврале-марте. И вот это все накапливается, вот эти вот факторы, и превращаются в очень серьезные, которые касаются и стойкости, и возможности вести боевые действия непрерывно в течение более чем часа другого. А находясь в поле, это просто необходимо. Поэтому это важнейший фактор, зимняя амуниция. А вот что касается наступления зимой и как оно будет развиваться, ну это вопрос интересный. Кстати, Мили и Остин тоже об этом говорили. Тут к ним стоит особо прислушиваться. Они не просто военные обозреватели. И они выразили надежду и даже в какой-то мере уверенность, что инициатива зимой продолжит оставаться за украинской армией. И январь-февраль месяц, когда земля промерзает, ну это у довольно достаточно подходящее время для наступательных действий. И было сказано также, что, видимо, успехи продолжатся сопутствовать украинцам. В каком объеме, в каком масштабе, ну это уже другой разговор. Кстати, Мили сказал, что победу, вот такую вот прям абсолютную победу с уходом российской армии полностью с территории Украины, и даже с Крыма в обозримой перспективе, она маловероятна. Это его такой вот холодный душ для тех, кто излишним оптимизмом смотрит, рассматривает происходящее. Ну вот примерно так. Ну, мы не знаем, как эту тему обсуждали те же американские высокопоставленные военные, например, в том же марте или апреле, возможно, там иные настроения царили так или иначе. Но вот, например, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что результаты, оказанные, объявлены сегодня помощи, уже на следующем. В Рамштейне 8 украинцы смогут предъявить. Я не точно процитировал, но суть примерно была в этом. То есть настолько воодушевленные украинские военные чиновники вышли с этой встречи, настолько эта помощь может быть значительной. Вот как раз про ПВО хотел вас спросить. ПВО, которого не хватает Украине. Мы видим это по массированным обстрелям, второму уже даже на этой неделе. В чем заключается поставка ПВО? Какое это ПВО? Неужели вот сейчас, благодаря этой помощи, Украину накроют куполом, из-за которого она станет недоступной для ракет Х-555, Х-101 и прочих Х, которые посылают российские вооруженные силы? Ну, тут даже когда Украина получит дополнительные системы ПВО, в том числе и новейшие, а на пути, относительно на пути в Украину, по ходу дела установки на САМС, американско-норвежского производства, Айрис, те немецкие, и вот всякого рода те, которые согласовываются в последние дни недели, хоки старые, кратали французские, что-то шведы поставили, я думаю, что поставят, собираются, я думаю, что речь идет о системах ближнего радиуса действия. Несмотря на это, куполом Украина не будет накрыта. Противостояние крылатым ракетам и беспилотникам – дело очень непростое. Украина очень большая страна, и поэтому речь идет, а есть еще возможность, что она подвергнется обстрелу баллистическими ракетами. В первую очередь, неоднократно упоминалось, что поставки из Ирана возможны. Так вот, эти ракеты, которые поставит Иран, а по всей видимости, это такой, можно говорить, как о свершившейся факте, их перехватывать системами, которые сейчас на вооружении Украины, и которые уже анонсированы, их перехватывать крайне сложно. То есть, можно сказать, что почти нельзя. Для их перехвата нужны системы другого типа, например, Патриот в варианте ПАК-3, о поставке которых пока речи не шло. Но очень важно, системы ПВО все равно сыграют очень важную роль. Сколько бы их ни поставляли, даже старое, это имеет неоценимое значение. Во-первых, нейтрализация дальнейшей действий российской фронтовой авиации очень важна. Это важнейший фактор того, что Украина выстояла и Украина наступает. Тот факт, что российская авиация является третьестепенным фактором благодаря действиям ПВО. Для этого ПВО нужно пополнять и нужно увеличить, и как численно, так и качественно. Ну и кроме того, конечно, более успешная борьба с крылатыми ракетами и беспилотниками, повышение процента перехвата, несомненно, будет. Чем больше этих систем будет получено Украины. Но о куполе, который закроет страну, я бы не говорил, особенно если противник будет использовать массово баллистические ракеты. При этом в этом седьмом пакете есть несколько позиций от разных стран, которые предполагают поставку артиллерийского вооружения. А мы знаем, что артиллерия, поставки Хаймерса, поправьте меня, если я не прав, но изменили ход войны. Может быть, что-то изменит и как-то усилит потенциал украинских вооруженных сил. Новые поставки, хотя из перечисленных наименований вооружения кажется, что ничего нового украинцы не получат в этот раз. В этот раз артиллерия, безусловно, системы Хаймерс, безусловно, оказали важнейшее влияние на ход войны. Тут просто и даже никакого спора быть не может, что там сказать. То есть в правобережье, вот просто возьмем пример Херсона, правобережная плацдарм российской армии с момента появления Хаймерс и применение Хаймерс по мостам через Днепр фактически оказался полуотрезанным. То есть не полностью отрезанным, но вот логическая цепочка снабжения правобережья была нарушена, и с этого момента стало ясно, что группировка оказалась окончательно в очень невыгодном и, по сути, в обреченном состоянии. Ну а далее уже понятно, что еще многие факторы сыграли, в том числе тот же Хаймерс по уничтожению боевой техники и складов на самом плацдарме, но это был ключевым фактором для того, чтобы, в общем-то, Россия отступила с правобережья. И примеров можно, так и важности этой системы можно привести достаточно. Само собой артиллерия, высокоточные снаряды с калибр, которые уже больше четырех тысяч поставлены американцами, имеют огромнейшее значение. То есть таким достаточно цель обнаружить какую-нибудь, допустим, припаркованную единицу техники, и будь поблизости орудие, которое способно применить эскалибр, ее, она может быть уничтожена с вероятностью до 90%. То есть это важнейший фактор. Здесь, в данном пакете, мы видели поставки такого, по крайней мере, более базисных вещей. То есть греки 155-мм снаряды. Немцы, кстати говоря, для своих аналогов Хаймерсов, которые они поставили, называются Марс, вот в немецком пакете есть некоторое количество боеприпасов. Но очень важно для украинской армии, для развития ее успехов, очень важны дополнительные поставки орудий 155-мм калибра. Безусловно, это важнейший аспект. Здесь о них не говорится. Возможно, они скрыты чуть-чуть у поляков. Поляки говорили об артиллерии. Но дополнительные поставки орудий 155-мм калибра 155-мм и боеприпасов для них, это один из ключей к успеху, дальнейшим успехам украинской армии. И явно эти поставки будут, и они желательны в больших количествах и в более ускоренном темпе. Спасибо большое. Давид Шарп, военно-обозреватель, был с нами на прямой связи. Обсуждали седьмой по счету «Рамштайн» в Украине. Поставку военной техники от союзников западных стран, прежде всего европейских. Как мы видим, поддержка усиливается, и вместе с ней оптимистично звучат заявления, прежде всего, украинских официальных военных лиц. Алексей Резников, министр обороны страны, сказал, что результат нынешней поставки, которая была утверждена и оформлена публично сегодня, уже возымеет свой эффект к следующей поставке, к «Рамштайну-8», который, по идее, должен стояться ровно через месяц.